Всем привет! Сегодня мы поговорим о Юпитере в экзальтации. Удивительная тема на самом деле, очень глубокая. Если у кого-то Юпитер стоит в знаке рака, это цифра 4, пишите, мы обязательно вас изучим, посмотрим. Это особенное положение, которое не так часто встречается, но оно настолько явно проявлено в людях. И я сегодня хочу рассказать о том, что какой бы у вас не был Юпитер, внутри своей жизни любую планету можно привести к экзальтации. И я часто наблюдаю людей, у которых может и не быть этой планеты в таком виде, но они что-то осознают в жизни и доводят ее до пика. О, Дарья Викторовна. Ну, я вам набираю. Так, почему-то не получилось подключиться. Давайте еще разочек. А где вы писали, Дарья? Давайте попробуем еще раз. А, вы не сможете выйти. Ну, давайте хотя бы без камеры. Вы можете камеру выключить и пообщаемся. Вам не обязательно показывать себя. Можете прям камеру отвернуть в какое-нибудь место, где вам удобно, и мы и так поговорим. Не обязательно, чтобы прям вас было видно. Если вы стесняетесь, напишите мне. А вообще, почему Юпитер экзальтируют именно в раке? Ну, рак это такой знак, который является таким браманическим. Мы уже изучали его. Раки, они всегда связаны с подсознанием. И рак это тот, кто имеет возможность работать с подсознанием и с психикой. Потому что луна, она отвечает за эту область. То есть, нервная система, психика, ум. И раки это те, кто могут вот это семечко посадить в человеке. Это те самые астрологи, психологи, те, кто были рядом с царем. Это советники, это мудрецы. И вот представьте, имея такую возможность, рак соединяется, созвездие рака соединяется с Юпитером. И вы только представьте, да, Юпитер со своей кладезью знаний, мудрости погружается в рака, который умеет садить. Это семечко не хуже Юпитера, который работает с подсознанием людей. Рак, который не просто что-то там внедряет. Это семейный знак. Он заботится. Ему хочется заботиться о людях. А Юпитер это тоже очень принимающая и заботливая планета. Две самых принимающих планеты это Луна и Юпитер. Они являются самыми мягкими и очень редко вызывают какой-то диссонанс или неудобство. Даже когда мы наблюдаем транзиты. И вот эти две благостные планеты, они начинают взаимодействовать через рака. И Юпитер экзальтирует. Как это выглядит в людях? Во-первых, это выглядит как стремление к какой-то идее. У них всегда есть какое-то свое особенное мировоззрение. Им очень сложно жить без идей. И они всегда в поисках этой мысли. Это вообще полезно любому человеку, где бы Юпитер не стоял. Да, из-за того, что Юпитер экзальтирован, он очень силен, то может встречаться фанатизм. Там уже зависит от концептуальности самого человека. Но фанатизм присутствует. И мало того, хочется делиться. Делиться этим. И наши юпитерианцы в экзальтации, они всегда как бы внедряют другим людям то, что они верят. И там очень важный момент, во что верите вы. И это большая ответственность иметь Юпитер. Иметь такой Юпитер в карте. Так, гузелька, ретроградный Юпитер в экзальтации. Наберу тогда вам гузелечка. Я вам набираю. Уже знакомый нам человек. В общем, желание научить. Это же все-таки Юпитер, он гуру. Тут просто важный момент, чему он хочет научить. Чему бы он не научил, ему всегда будут верить все. И что бы он ни делал, все будут верить Юпитеру в экзальтации. Люди априори воспринимают вас как советников. Ну, не нас. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. А я вас же уже смотрел, правильно? Да. Так, как у вас фамилия? Фаткулина. Еще раз? Фаткулина. Фат... Ф... Ф... Федор. Фат... 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 Кулина. Угу. Не, не нашел. Еще раз давайте наберем. Узель Фаткулина, да? Да. Я просто, когда набираю, могу где-то ошибки делать. Угу. Угу. А... Когда вы родились? Шестое, ноль первое, девяносто первое. Угу. Угу. Время. Пятнадцать тридцать. Угу. Угу. Город. Чердаклый. Ульяновской области. Так. Хорошо. Юпитер в экзальтации во втором доме. Ну, наверное, вы чему-то обучаете людей, да? Раз это у нас форма заработка. Менеджер по персоналу, да. И чердаклый. А-а-а. Я обстояла. Но... Но... Рядом стоит кету. Это соединение или йога тайного знания. О, отлично. Премудрая 66. Мы к вам подключимся. Вот смотрите. Ваш Юпитер с кету дает просто огромнейшую интуицию. И с таким положением можно инвестициями заниматься. Потому что кету дает чутье. А Юпитер дает знания. И вместе это очень сильная интуиция. Мы видим, что этот Юпитер выходит в дом партнера. В дом брака и отношений. Кету осложняет эту позицию. Он дает иногда некую отстраненность или бывает создает дистанцию. То есть когда люди в разных городах, там еще что-то такое происходит. Но сам Юпитер очень круто расположен еще и с солнцем йога создателя кланов и Юпитер Меркурий йога мудреца и философа мыслителя. То есть все эти черты, они должны быть присущи вашему партнеру. То есть чтобы он стремился расширять свои связи через Юпитер солнца. Ну чтобы он увлекался какой-то философией. Потому что для вас мировоззрение имеет огромную роль. Как вы оба смотрите на мир. Ну вообще для вас это имеет значение? Как бы вы сказали? Да, но у нас просто с мужем наверное разные взгляды. Может поэтому иногда бывают какие-то конфликты. Ну да. Для меня важно, что мы были на одной волне и думали мысли у нас были одинаковые. Но бывает, что у нас они совсем разные. Ну а вообще, люди часто обращаются за советом вне работы вообще? Воспринимают вас как советник? Я думаю, да. Потому что даже просто смотря на работе, люди, которые со мной так часто не общаются, всегда подойдут изливать свою душу. Поговорить, поговорить о своих проблемах. Потому что Раку хочется излить свою душу, а Юпитер здесь готов всегда помочь. И это очень глубокое положение. А в плане религии, веры, во что вы верите? Я не предверженник религий. Ну, не обязательно религии. Я верю в Бога, но не верю в религии. Но из таких вот более… Я интересуюсь хиромантией. Угу. Есть такой, да, момент тут. Потому что это эзотерическая наука Юпитер-Кету. А что касается веры, она… Ну, как вы для себя описываете Бога со своим Юпитером в экзальтации? То есть, как вы его воспринимаете? Для меня Бог есть везде. То есть, если мне нужна какая-то, так скажем, какой-то совет, какое-то, так скажем, направление, я всегда обращаюсь именно к Богу. И мне Он помогает. Поэтому я считаю, что Он действительно есть где-то здесь, среди нас, ну, как бы во всех нас. Вот. В него я верю, да. Но в религии для меня это… Ну, в религии я не верю. Вот. Вот так вот. Ну, Юпитер в падении не обязательно религиозен, а он, так скажем, очень сильно верит, да, в то, что у него есть. То есть, у него есть какая-то вера, и он к ней очень сильно устремлен. И это уже у вас наработано было в прошлом, потому что рядом стоит кету, который дает уже знание этого прошлого. И вы уже пришли с этим ощущением, что вам помогают. Многие люди в этом нуждаются, потому что многие не чувствуют, что к ним приходит помощь. Они не видят то, какую Бог делает работу, и насколько она огромная. Как каждую секунду все наши события и действия корректируются. Как нам дают самое лучшее, и из всех самых худших вариантов для нас выбирают самый лучший. И когда происходит что-то не очень хорошее, человек не видит вот эту чашу весов, он не может оценить, каким бы образом это могло закончиться. Он начинает уповать на судьбу и говорить, почему так со мной поступили. Но он не видит пространства вариантов, из которого с ним могло бы случиться совсем другое. И когда Юпитер в экзальтации, он чувствует эту энергию, он ее ощущает всем своим существом. И ему действительно не так важно делать это через религию или еще через что-то. Да, это очень глубокое положение. Да, главное – верить. Есть, конечно, у него такая сложность, что если он сильно во что-то верит, то в другое он может сильно не верить. И это выглядит как черное-белое. То есть разделение картины мира на черное и белое. И здесь важно, чтобы вот эта линия между черным и белым не была такой толстой, жирной. А юпитерианцы, они не принимают людей, которые не верят, которые далеки, материальны, так как это духовная планета, и они начинают себя разделять с другими. И Юпитеру в экзальтации, наоборот, нужно как гуру, как учителю спускаться на уровень ученика, чтобы быть ближе к другому человеку и понять, почему он не достиг этого понимания. Потому что он для других, этот Юпитер в экзальтации, это избыток энергии, избыток знания. И когда вот вы насыщаете других этим, вы видите, как они растут. Здесь главное, чтобы вот эго не сыграло вот эту дурную шутку в плане духовности, что я чего-то достиг в этом. То есть Юпитер здесь должен всегда обучаться. Он не должен говорить себе так же, как и Меркурий в экзальтации, который является вечным учеником, вечным студентом, что я что-то знаю. И Юпитер в экзальтации может создавать что-то новое, в отличие от Юпитера в падении. Тот берет уже готовый материал. Юпитер в экзальтации синтезирует. Он может придумать свое направление. Так скажем, свою маленькую секту. Всегда что-то новое ищу, всегда что-то новое читаю. Мне кажется, даже если я что-то услышала, мне нужно это почитать, посмотреть. Да, то есть в принципе так же себя проявляет и Юпитер в собственном знаке. Просто экзальтация, умножьте это во много раз. То есть здесь есть похожесть, тут спрашивают как раз. И желание учить, передавать знания, очень естественно для такого Юпитера. И есть интересный случай, который не очень хорошо закончился с таким Юпитером. Это случай с Куртом Кобейном. У него Юпитер в 12-м доме в экзальтации. Это показатель того, что у такого человека должен был бы быть гуру за границей. И что он сам, как гуру, мог бы очень многое дать людям. Но так как у него Юпитер соединяется с Венерой в 8-м доме, а она тоже в экзальтации, то Венера здесь побеждает. Мы уже изучили Венеру в экзальтации. Мы знаем, что в 8-м доме она может давать усиленные желания и наркотики. И он погрузился в тонкие миры, но не через тот источник. И что бы он ни делал, люди повторяли за ним. Вот это и есть показатель Юпитера в экзальтации. То есть ты как образец, ты пример, ты идеал. Он играл эту музыку, и все играли ее во дворе. Он говорил какую-то фразу, она сразу входила в книги, в разные. А он употреблял наркотики, и все вслед за ним решили, что это модно. Я уже рассказывал эту историю. То есть на одном из концертов он увидел, как молодежь поднимает вот так наркоту. И говорят, круто, КБН, типа мы с тобой. А им лет по 16. И он начал это встречать в городах. Это вызвало огромную депрессию. И потом он застрелился. По сути, он мог бы через музыку передавать духовное знание, если бы встретил учителя. Почему Девятый дом так важен? Если у тебя нет учителей, у тебя нет удачи. А ему учителей никто не дал. То есть в семье за ним не очень сильно наблюдали, следили. И поэтому мы вот это проявление Юпитера никак в его жизни не увидели. И по сути потенциал карты был куда бы глубже и больше. И естественно, это породило бы еще большие проблемы, поэтому он ушел раньше. И вот такая вот интересная история. Поэтому какая бы планета там ни была, все равно нужно правильно формировать знания и брать ответственность. Ну, даже вот есть такое выражение в Индии, что первым в ад попадает учитель. И если он выучил какого-нибудь хорошего ученика, то тот ученик в какой-то момент придет и заберет этого учителя из ада. Только так можно оттуда уйти. Почему? Потому что если учитель делает ошибку, дает неправильный совет, либо направляет как-то, у человека меняется судьба, он за это отвечает. Поэтому, что бы мы ни говорили, особенно кто занимается астрологией, нумерологией, это не должно быть советом. То есть это должно выглядеть как возможности, потенциал возможностей. Когда я рассказываю прогноз на год, я говорю, что вот здесь есть потенциал возможностей, а вот здесь он низкий. И человек сам решает, как этим воспользоваться. И это его выбор. То есть моя задача только передать информацию. Если я буду брать на себя такую как бы ответственность, что буду четко говорить ему, что делать, я могу какие-то рекомендации дать, но они все равно будут многовариантны. То есть чтобы всегда был выбор. Если в одно направляешь человека, он существо, которое любит волю, и он верит тебе. И как бы это очень сложно. Поэтому здесь, если посмотреть, мне очень понравилось, не везде встретишь. Иисус говорил своим апостолам, я, как же он сказал, а, у тебя, ну это такие источники, то есть я уже не помню, где прочитал. У тебя нету прошлого, у тебя нет будущего, у тебя нет настоящего, есть только моя воля. И отправил их. Вот это Юпитер в экзальтации. Когда человек не погружен ни в прошлое, ни в будущее, он даже не привязан к настоящему, он ощущает, что есть сила, которая за пределами времени, и его знаний, и она ведет его. Это очень красиво. Так что спасибо тебе, да. Очень было классно. Счастливо. Спасибо. Да. Но Юпитер же в одном положении около года. Вряд ли все люди, рожденные с Юпитером в экзальтации, будут верить в Бога. Это скорее те, у кого Юпитер, Лагнеша, например, нет. Ну, вы знаете, планеты включаются не только по транзитам или как-то еще, то есть они в периодах встречаются. А Юпитер в периодах и под периодах, особенно в под периодах, встречается достаточно часто. И именно в это время, где бы он ни стоял, у человека возникает вот этот процесс веры, понимания себя и понимания той сферы, в которой он расположен. То есть он переполнен знанием в том месте, где он стоит. То есть и возможностями. И он туда пришел не просто реализовать себя, он должен получить максимальный опыт и передать его другим. То есть Юпитер – это всегда консалтинг. В этом его смысл, и в этом его суть. Для того, чтобы спускаться на земной план, напротив стоит козерог. Очень красиво. Классно ты сказал, слушай. Так, у нас был. Да, мне диалоги с Богом тяжело даются с Юпитером в падении. Да это не важно, на самом деле. У меня Юпитер в Раке, в 11-м доме. Наушников нет. Ладно, рискнем. Ой, Премудрая. Сегодня что-то как-то сложно у нас подключение происходит. Премудрая 66, что-то не получается. Ладно, кто у нас еще есть? Кудря Карина написала, что у сына Юпитер в экзальтации. Ну, давай посмотрим тебя. Кудря, Карина, ты здесь? Я к тебе подключаюсь. Про сожженные планеты мы будем в другой раз говорить. Вот. И так же сожженная планета реализовывается, как и планета в падении. Как и Юпитер. Привет. Привет, Юпитер отдыхает. У меня не у сына, я перепутала. У дочки. У дочки? А скажи, как ее зовут? Анастасия. Когда она родилась? Она родилась 29 апреля 2015 год. Время? Время? В 11.40 вечера. Город? Владивосток. Угу. Так. Давай посмотрим. У нее Юпитер, ух ты, ел о мой. У нее Юпитер в экзальтации прямо в девятом доме. Ну, это просто офигеть. Ну, это очень мощно. Это, во-первых, самое любимое место Юпитера, девятый дом. Дом учителей. Это что-то с отцом связано, правильно же? Ну, хорошее отношение, естественно, к старшим, к отцу, к вышестоящей власти. Вообще, любовь к родине, любовь к людям, которые имеют мудрость к учителям. Ей сейчас сколько лет получается? Пять. Пять. Как у нее с воспитателями дела? Воспитателями? Да, она вообще игнорирует садик. Почему? Она у меня в садике находится до 12 часов до обеда, и потом говорит, забирай меня. Говорит, я не хочу. Ну, таких садик, что она будет там до часа дня. Все. А в чем причина? Почему? А потом она просто начинает рыдать. Мама, где моя мама? И мне звонят воспитатели, говорят, ну, все, что, забирайте. Ну, она просто скучает. Ну, да. Ну, у нее сейчас, видишь, еще период такой, Солнце с Марсом. А Солнце-то экзальтировано. Это твоя уже, твои гены передались. Да, да, да. Солнце рядом Марс. У нее йога-воина сейчас стоит в шестом доме. Протест. Ага. Ну, да. Поэтому нормально. Ну, здесь что важно для нее знать? Я думаю, что человеком она будет глубоким, осознанным во многих вещах. Важно... Я помню ее почему-то, что она будет у меня врачом. Она говорит, я буду принимать роды. Я, говорит, буду детей на свет вытаскивать. Здесь важно научить ее, как я люблю и про другие планеты говорить, сомневаться. Если у тебя есть планета в экзальтации, научись сомневаться. Меркурию надо сомневаться в каких-то концепциях и знаниях. Марсу нужно сомневаться в экзальтации в своих действиях. Солнцу в целях. Луна экзальтированная должна сомневаться в своих чувствах. А Юпитер должен сомневаться в своей вере. В том, что он верит, потому что это тоже выражено как концепция именно в Юпитере. То есть если она будет что-то глубоко изучать и интересоваться, ее нужно балансировать несколько там другим направлениям. Если она изучила это, ну, нужно, чтобы был баланс, и ей нужно изучить другое. То есть такой Юпитер, он может погрузиться в какую-то технику. Да, это хорошо, он глубоко ее изучит. А вот не знаю, с чем это связано, но у меня началось сначала разговаривать на английском языке, а потом на русском. Хотя мы живем в России и говорим на русском. Удивительно. Но так как Юпитер это планета знаний, и она в девятом доме за границей, ну, девятый дом он отвечает за вот эти заграничные поездки, которые с целью изучения. Это значит, что у нее настолько большая база знаний по Юпитеру, что она могла включать язык. Почему нет? У нее Юпитер с Кету еще соединен в пятом доме. Это йога тайного знания. И Юпитер переходит во второй дом денег. То есть, по сути, она реально учитель. Она, скорее всего, чем бы она ни занималась, она будет обучать, она будет включать туда очень глубокие знания. У нее есть талант продюсирования людей, продвижения. Скорее всего, она будет этих людей двигать. Потому что Юпитер, он как продюсер, когда он в пятый дом переходит. У него последователи, ученики, у него проекты. Тут вариантов просто миллион. Но не забывай, что пятый дом дом творчества. Надо обратить внимание, ее может туда очень здорово отклонить, потому что все-таки пятый дом соединяется со вторым, и она может стать очень крутой, да, в какой-то творческой отрасли. Это могут быть. Ну вот она сейчас в художники. Художники, танцы, что угодно. Но она потом уже будет это делать как проекты. С другой стороны, у нее там уже Меркурия совсем другое направление. Меркурия, Венера у нее стоит в седьмом доме. Да, там может быть, ну вот, как тебе сказать, там уже может быть что-то с продажами связано, с экономикой, с IT, Меркурия, раху, вот такое. Но Венера, правда, дает еще и то же творчество. Так что у нас опять вот два звонка есть. Венера рядом с Меркурием и Юпитер через пятый дом. То есть все-таки, да, но правда Юпитер, это не Венера и не Луна, но он стоит в Луне, значит, он тоже на пятый дом оказывает влияние такое лунное. Он же лунный Юпитер. Вот, она будет хорошо видеть, что ее ждет, чувствовать будущее, что приближается к ней. Почему ей нужно разрушать концепции? Чтобы видеть будущее, нужно быть как бы в осознанности сейчас и не стараться жестко что-то планировать. То есть здесь нужна просто красивая, очень большая идея в жизни, которой человек движется, а не какая-то конкретная цель по солнцу, которая интуицию как раз закрывает. Ну, то есть такому Юпитеру что хорошо? Если она будет врачом, то она подобно матери Терезе откроет кучу благотворительных фондов, там клиники откроет, и она должна вот так мыслить. Сейчас у меня все это будет, я выучусь, и будет очень много, тысячи людей будут приходить ко мне. И вот у нее вот это вот все каким-то образом притянет энергию, и все будет происходить само по себе. То есть такой вроде бы как инфантилизм здесь подходит, потому что Юпитеру надо мыслить глобально в мировом масштабе. Тогда это... То есть Юпитер не любит ограничений, потому что Юпитер в потении, вот он как раз ограничен и настроен на какую-то одну материальную цель, а ей нужна глубина. Поэтому и сказки должны быть соответственные. Она любит сказки, прям каждый день, чтобы разные я ей рассказывала. Но там важно, чтобы в сказке не было концепции. Сказка очень сильно может навредить ребенку, особенно если он полюбит какой-то образ там. то есть в сказке должен быть образ достаточно свободного содержания, где можно где-то домысливать, даже если это сложно. Последняя сказка, которая ей очень прям нравится, она каждый день ее смотрит. Можно назвать это сказкой? Она любит Чарли Чаплина. Малыш называется. А про что там? Про малыша. И что он там делал? О том, что женщина пошла, из роддома показывает фильм, что она выходит из роддома и такая думает, у нее там парень ее бросил, она думает, пойду-ка я выкину этого ребенка на мусорку. И пошла реально бросить. А нет, она положила его в шикарный автомобиль, а в этот момент этот автомобиль угоняют разбойники, бандиты. Ну, они обнаружили, что у них там ребенок лежит в машине. Они взяли его и на помойку выкинули ребенка. То есть для дочери у нее было такое как так, выкину ребенка. А ей не рано ей такие сказки-то еще? Ну, вот ей нравится это. А, ну, у нее Сатурн в этом, в Скорпионе, в первом доме. Я понял. Она любит препятствия. Ну, да. И все, она мне просит теперь каждый день показывать этот фильм. Я говорю, ну, как-то странно для ребенка, что ей такое нравится. Ну, да, то есть, дело в том, что тут видишь, еще Сатурн, а он как бы в Скорпионе любит жесть. Ну, это такое. Поэтому ты как бы развиваешь здесь ее Сатурн, что-то рассказываешь очень реалистичное, жесткое. Чтобы развить Юпитер, это должны быть, знаешь, не то, чтобы, вот это, что-то вроде Пуран. Знаешь, вот Пураны, где иносказаний очень много. Да, где рассказывают, например, о богах, где рассказывают такие метафорами, где нужно домысливать. И вот ей нужны вот эти метафоры. А сейчас ты прокачиваешь ее... И по золотой руно, да, чтобы там было завуалировано, и она сама себе создавала образ. То, что ребенка выкинули на помойку, это очень понятный... Не, а там дальше интересно. Это как бы самое такое жесткое, то, что его там... Но видишь, у нее и так Сатурн будет по полной очень жестким и серьезным, поверь. У нее реализма будет даже слишком много, и у нее будет сопротивление между вот этим жестким, конкретным, заземленным Сатурном, который верит только в то, что все можно достичь только через препятствия. Сопротивление с Юпитером, который будет чувствовать, что все можно добиться... Всего можно добиться легко и играючи. И им нужно только верить. Поэтому лучше ее уберегать от таких рассказов, потому что у нее и так это развито. Потому что первый дом все равно себя сильнее проявляет, чем девятый. Поэтому там он и проявится и так. Поэтому попробуй какие-то иносказания, где очень необычный сюжет, в котором где-то концепции даже разрушаются, где очень неясная концовка, непонятная. И она должна сама сделать выбор домыслить. Потому что здесь же Луна, она любит, чтобы это было связано с воображением, а Юпитер любит, чтобы это было знание. То есть там должно быть глубокое знание такое, к которому она придет. Так что очень интересно, очень глубокая карта. И я прямо еще раз скажу всем, что сказки могут очень пагубно влиять. Мне очень сильно нравился маленький принц. Я его долго из себя выводил, потому что из-за этого я реально в каких-то неведомых поисках. Вот у меня вот сын любит, маленький принц, он его прям читал несколько раз тоже. Вот опасная книжка, потому что там нету осязаемого. И там как бы это неплохо, да, я почувствовал, что я выдумывать стал то, чего нет. То есть все-таки по Юпитеру здесь нужна как бы такая мудрость и философия такая вот как будто легенды про мастеров когда рассказывают, что вот жил какой-то человек. Мудрость, да, вот в каком, в исконном таком виде, как это было раньше. Поэтому этого не хватает. Вот, поэтому здесь будьте осторожны и кто помнит своих героев или героев сказок, перечитайте их, чтобы эту концепцию разрушить. Я перечитывал маленького принца, чтобы убрать из себя ненужные модели, которые во мне сформировались. Да, в славянских сказках много мудрости вот пишут. Поэтому кто знает хорошие сказки, напишите в комментариях. Да. Так что давайте так сделаем. Вот. Так что спасибо тебе. Да. был рад. Да, счастливо. Где у нас... Так. Сейчас у нас куда-то... куда же вы делись? Вот знаете, у Мига Джаггера Юпитер во втором доме. Миг Джаггер. Это очень легко приносит деньги человеку Юпитер в раке во втором доме. Юпитер выходит в дом партнерства, то есть продюсера очень легко встретить. Это же... Не забываем, что Юпитер это еще и статус. То есть человеку можно достичь очень высокого социального статуса. Именно когда он заботится о других и закрывает их потребности. Он тогда тоже свою философию определенную вносил. И его слушали как философию того времени Миг Джаггер. И это на этой философии было и основано. Его заработок, его группа. Он разрушал некоторые границы и говорил о свободе, потому что здесь с Юпитером стоит Раху. Сейчас премудрой мы наберем. Юпитер с Солнцем как раз создатель кланов, который притягивал этих людей, которые шли за ним. Юпитер Меркурий йога мудреца. Представьте Юпитер Раху разрушение концепции. Это просто фантастическое соединение для основателя Роллинг Стоунс. И у нас он соединяет седьмой дом партнерства и отношений и десятый дом профессии. Ну просто капец. Он просто реально мастер. И когда человек верит, это является большей опорой, чем какие-либо ну осязаемые вещи. И мы знаем, что он употребляет наркотики всю свою жизнь. Ему уже за семьдесят и ему пофиг. Если у человека есть вот это нутро, то никакой едой, никакой наркотой, никаким каким-то непонятным образом жизни человек себя никогда не сломает и не повредит себе. Вы не задавали себе вопрос, почему один человек курит и у него рак, а другой вот именно может всю жизнь курить, пить и умереть девяносто пять. Все зависит от внутреннего состояния человека. И если там очень высокая энергия, человек верит и чувствует, что все-таки в его жизни очень много благостей и чего-то хорошего на самом деле. То есть он видит плохое, но он понимает, что по сути-то мир устроен для каких-то хороших вещей, то есть он не такой сложный, то и на него не будут влиять вот эти все факторы. Поэтому вот здесь вот такой момент. Так, набираем вам еще раз ожидания премудрой. Здравствуйте. Здравствуйте. О, с наушничками. Вот это безламую машину за наушничками. Класс. А запомните фамилию, я все никак не могу запомнить. Дубовицкая. Да. У меня на фамилии прям. Так, ну что, вы, получается, родились 26.08. 66. год в 9.20 утра. Рассказовод Тамбовской области. Я. Так, у нас здесь Юпитер в экзальтации в 11-м доме денег. Офигеть. Да. Это прям капец. Еще и лакшери-йога с Венерой. И с Марсом он стоит предприимчивым, но который в падении. Да, Марс здесь дает импульсивность, но вот такими скачками. С первой на четвертую скорость. Вот так вот. И Юпитер Меркурий йога мудреца, философа. То есть чему бы вы не обучались в жизни, вам дают больше опытов, чем другим. Юпитеру в экзальтации дают очень много опытов и очень сложных для того, чтобы он это передал. и ваша исходная цель Юпитер с Луной. Юпитер уходит в четвертый дом кланов, соединяется с Луной. Это четкое положение учителя. Это инфобизнес, это консалтинг, это проведение мастер-классов и мероприятий по вопросам, которые вы уже решили в своей жизни, вы помогаете в этом другим. Что бы то ни было, экономика, продажи, просто философия, что бы вы ни сказали, вас будут слушать, если это искренне, если это ваше, честное. Понимаете? То есть надо подумать, как бы вам это реализовать. Вот если выбрать тему, Юпитер в экзальтации он всегда эксперт в чем-то, где он чувствует себя свободно. Вот может быть у вас много раз повторялся какой-то опыт, в котором вы уже собаку съели. Вот что это такое, чтобы вы могли рассказать? Ну вы знаете, как-то не знаю определен опыт. Ну сейчас жизненный уже опыт. Жизненный опыт. Тема, вот какая вас тема привлекает? Вы сутками можете о ней говорить? Ну вот люблю людей учить, советы давать. прям у меня обязательно, вот если кто спросит, я первый класс. А статистика? На какие-то советы, на какую тему? Ну вы знаете, в основном жизненные темы. да, вот у кого, и я там, где плохо, где хорошо, там меня нет. У кого плохо, я первый замужник. У вас избыточный потенциал для других. Какая тема встречается чаще всего, узкая? Ну, наверное, больше по браку, да, вот если людям не везет в браке, там, вот такие советы у меня спрашивают часто многие люди, да. А что они спрашивают, не везет в отношениях, да? Да, по отношениям, да, по отношениям. Ну, так что, вам просто нужно пройти какой-нибудь курсик, основанный на отношениях, и вперед, то есть, где вы будете рассказывать, советовать, и на этом можно, ну, смотрите, вам же нравится это, это идет, это можно превратить в деньги? Ну, как вот, мне нравилась астрология, я пел, но что-то мне не хватало, я не понимал, что, думаю, ну, музыка, это вот, как бы, это вот мой заработок, а это так для души, астрология, все ко мне кучей шли, и я просто так вот это все делал, а потом мне так же сказали, а что ты не занимаешься этим? Да я думаю, не знаю, я же не астролог, я так, типа, ну, просто мне нравится, и все, и понеслось, это же вообще никак с музыкой не связано, то же самое у вас, вы занимаетесь чем? продукты продаете, но вот, но это никак не связано с отношениями, так же, как музыку вообще с астрологией не связать, а суть-то у вас в карте, то, что вы можете людям помочь, у вас же Юпитер выходит в дом брака, четвертый дом это семейное отношение, и там стоит луна психолог, это же просто охренеть, вы реально семейный психолог, нереализованный? Вполне возможно, ну, и по бизнесу у меня тоже очень много спрашивают, советов, да, у меня вот память на имена, как у вас, у меня отсутствует, но вот цифры, то, что касается там работы, я абсолютно все помню, а так вроде как память плохая. вам нужно выписать те темы, где вы мастер, где вам обращаются и хорошие инсайты, сейчас это очень просто, можно закончить курс там трехмесячный, просто, чтобы схему понять, у вас уже все есть, у вас это от бога, есть люди, которые занимаются семейной психологией и профессионально консультируют по бизнесу, а в карте у них этого нет, им пришлось 10 лет к этому идти там, пробивать заслоны, а это не их профессия, таких людей миллионы, а вы представьте, что это ваше русло, вы туда заходите и вы просто сразу подвигаете тех, кто занимался этим, ну как-то его кто-то туда направил, то есть вы буквально за один год, у вас как за 10 лет будет опыт, у вас уже наработано, даже ничего делать не надо, просто начать и все, и это принесет большие деньги. А вот вы мне скажите, вот я человек как в семье, ну допустим с противоположным полом, я себя веду неправильно, даю советы, а сама себя в семье вести не умею, ну я сейчас одинока, вот даю советы, а сама жизнь прожила ну как бы нестандартно, неправильно. Ну нет, не то чтобы неправильно, у вас луна в четвертом доме в дикбале, то есть она повышенной силы, короче дикбал, это когда планета идет во что бы то не стало. Она идет в своем направлении, и она несмотря на периоды, на какие-то там переходы, ей вот пока она свое не получит, она не успокаивается, и луна очень привязана к семье. И вот это вот самый сложный момент, что это вот сумасшедшая луна из-за своей привязки, она же управляет одиннадцатым домом, она все делает для семьи, это естественно, но если привязка сильна, то наоборот это по деньгам не очень хорошо ну как бы ударяет. То есть здесь наоборот нужно луну освободить, чтобы она уже была не для семьи, а для большой семьи, для людей. И все. Стараюсь, и вот сейчас я тоже сильно увлеклась астрологией, вот в связи с вами, да, вы у нас, ну, в душе вы у меня гуру, я когда вас вижу, все, у меня заряд настроения целый день. И вот, я карту чувствую у других людей, я там, допустим, понимаю 15%, да, посмотришь, я уже вижу, что за человек, вот я прям чувствую, я не знаю, может у меня тоже какое-то расположение есть к астрологии. Так еще бы вы не видели, вы представьте, у вас Юпитер в экзальтации и Луна в дикбале, и они вместе. Ну, это вообще, это, хоть, не знаю, хоть свою эту, все, кто открывает, все пойдут. Ну, как бы вы видите, считываете просто, как на раз-два. У меня такого положения нет, а у вас есть. Я это нарабатывал через Луну, но Юпитер у меня в 12-м доме, ну, не такой уж он прям супер-классный. Ну, да, он в тонких энергиях, но у вас он покруче будет. Если вы это разовьете, тоже можете прямые эфиры делать не хуже. Нет, у меня речь не так развита, как у вас, я как-то стесняюсь. Так, когда каждый день это делаешь, она сама по себе развивается, я тоже, не сказать, что супер прям развит по речи. Я втягивался тоже вот эти месяцы, вообще не знал, как я это буду рассказывать, страшно все это было. Сейчас просто привык, поэтому делайте. Ну, вот оно прям перед глазами, вы уже все поняли. Уберите эти концепции, жизнь, она очень коротка. То есть, там надо пробовать, вы же рисковый человек, ну вот рискните. Спасибо. Рискните. Да, и вы можете астрологию обучать и изучать астрологию глубоко. То есть, если вы, например, у меня пройдете курс, я могу даже вас взять в команду, где вы будете обучать людей, потому что вы уже по карте учитель. То есть, вы можете тоже обучающие программы давать, корректировать, и все это возможно. Круто. Спасибо. Обязательно. Если в душе лежит, это может быть и астрология, почему нет? Это чуть не сразу мне в голову пришло, но почему нет? Вы же можете семейным отношениям помогать через астрологию. Инструмент любой может быть, главное, что талант есть. Так что да, спасибо. Класс. спасибо. Приятно было вас увидеть еще раз. Да, я тоже вас рад видеть. Благодарю. Класс. А Есенин, тоже Юпитер в экзальтации. Что такое Юпитер в экзальтации? Когда ты даже какие-то маленькие нюансы превозносишь во что-то большое, что-то глобальное. Ты видишь что-то маленькое и понимаешь, что это важно. У меня был случай, что у меня в окне было видно, как шарик застрял в этом, в ветках. И на нем было улыбающееся лицо. И он застрял и сдулся, а лицо-то видно. И я утром просыпался и смотрел, как у него дела. Блин, я к нему начал привыкать. Я уже стал с ним разговаривать. Через семь дней я просыпаюсь, смотрю, его нет. У меня внутри такая была... Я когда людей терял, так не расстраивался. Ну вот, я его назвал Seven Week. А, нет, не через неделю. Семь недель он держался. Неправильно я сказал. Поэтому семь недель я его назвал. Представляете? У меня реально траур был. Я целую статью закатал на эту тему. Думаю, он... Просто он висел, я на него смотрел, и у меня опыты были. Ничего же не надо. Понимаете? И вот... Есенин, у него Юпитер в экзальтации в восьмом доме. Восьмой дом. Тайная. И он выходит в четвертый дом. И там Луна. Ну, то же самое, что мы видели до этого. Сейчас мы разбирали Елену, и Юпитер, Луна, это же соединение Учителя. То есть это такая любовь к Родине у него через этот Юпитер с Луной. Ко всему вот этому, да? И выходит он еще и в первый дом. Это же потрясающе. Да, Марий, я сейчас к вам выйду. Я просто вот... Вы почувствуете это, да? Я не слышал ни у кого такого. Вот этот самый известный его стих. Где вот эти нюансы? Мне осталась одна забава, пальцы в рот и веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Ну, это Раху в третьем доме. Поясняем. Ах, какая смешная потеря! Много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога верю. Горько мне. Что не верю теперь. Золотые далекие дали. Все сжигает житейская мреть. И похабничал я, и скандалил. Для того, чтобы ярче гореть. Дар поэта ласкать и корябать. Дар поэта ласкать и корябать. Роковая на нем печать. Розу белую с черной жабой. Черная-белая я хотел на земле повенчать. Пусть не сладились. Пусть не сладились, пусть не сбылись эти помыслы розовых дней. Но коль черти в душе гнездились. Значит, ангелы жили в ней. Вот за эти веселые мути, отправляясь с ней в край иной, я хочу при последней минуте попросить тех, кто будет со мной, чтоб за все загрехи мои тяжкие, за неверие в благодать, положили меня в русской рубашке под иконами умирать. Понимаете? Какая вера у человека. То есть его Юпитер это принятие всего. И Бога, и демонов. Вот что такое вера. Не когда ты веришь что-то хорошее и лучшее, а когда ты принимаешь все внутри себя. И Юпитер в результате это принятие, мира таким, какой он есть. Вот к чему я пришел. Если у человека нет принятия в этом Юпитере, он не сможет никому ничего дать. Природа ему не позволит. Поэтому все начинается с принятия. Мэри Ридж я вам набираю. Да и заканчивается им. Если мы принимаем мир, то нам легче из него уйти. Привет. Привет, привет. Ну что? Слушай, а я тебя вижу. Да? Скажи, напомни еще раз свою фамилию, я все время забываю. Рыжкова Марина. Рыжкова Марина. Юпитер в экзальтации в девятом доме. Обалдеть. Еще есть Кету. Кету он принимает вещи такими, какие они есть. Вот ты только что говорил стихотворение, что принимаешь и Бога, и демона. Есть такое. Да. И Юпитер в экзальтации, но это вообще. Все-таки Юпитер в экзальтации отличается от Юпитера в собственном знаке тем, что уровень его принятия и мировоззрения должен быть шире. Юпитер в собственном знаке может больше верить во что-то одно и узко достаточно. А вот Юпитер в экзальтации это масштаб. Это для других. То есть все планеты в экзальтации созданы для других людей, не для вас. Это не ваши планеты. Это такой рюкзачок для других людей. И у тебя Юпитер выходит в пятый дом. Это дом творчества, креатива. То есть ты чувствуешь потенциал людей, потенциал проектов. И выходит в дом денег. Ты вообще можешь видеть будущее с Юпитером в Кету, если будешь медитировать. Ты как ясновидец. То есть тебе нужно духовное соединить с материальным. Если ты будешь изучать глубоко йогу, медитацию, как ни странно, это принесет тебе деньги. То есть не уходить туда, а именно развивать интуицию. То есть проходить курсы для того, чтобы себя реализовывать, а не для того, чтобы просто наслаждаться. Знаешь, типа хорошими ощущениями. Не нужно это. Это только для дела нужно делать. Но у тебя... Да, я буквально шажочками иду. У меня уже доски почти готовы с гвоздями. Слушай, а... Ну, у тебя происходит такое, что ты видишь, что тебя ждет? Ну, да. И я знаю, что будет хорошо. Ты же видишь... Ты у тебя бывала, что ты предугадывала события? Да. Ну, и ты же видишь, куда развивается там твой... Ну, иногда бывают навязчивые мысли, плохие. Я не могу вот... Ну, стараюсь их контролировать. Сейчас говорю себе прочь, и все. И мысли уходят. И я их контролирую. А мы не видим будущее только по одной причине. Ну, я бы даже сказал, по двум. Если мы увидим положительное, то мы привяжемся к этому. И это положительное, оно может не прийти. Если мы увидим в будущем отрицательное, мы привяжемся еще сильнее. И усугубим это будущее. Почему людям закрыт вот этот вход в будущее? То есть только, когда ты не привязан, и ты уже понял, что ты ничем не управляешь в этом мире, только тогда ты можешь видеть, что тебя ждет. По-другому тебе никогда это не покажет. И не надо ходить тому, кто тебе это показывает. Я не вижу будущее. Я просто вижу потенциал, который в будущем заложен в человеке. Это совсем другое. Это не программирование. То есть это... Это возможности, которые подтверждаются через карту, ну и через мою интуицию. То есть я, бывает, в человеке и так вижу, к чему он идет и что с ним будет. Но чтобы это не было от головы, у меня есть карта, которая поможет мне не ошибиться. Почему я использую то и другое. Когда карты нет, может повлиять настроение, состояние человека. Почему вот я опасаюсь экстрасенсорики, гипноза, снятие программ. Потому что тот человек, который это делает, должен быть настолько чистым и непривязанным, чтобы его программы не перешли на человека, что я не знаю, на каком уровне это должно быть. Ты в любом случае свое хочешь протолкнуть, свою проблему исправить. Люди приходят с твоей болью. А у меня есть карта, она цинична. Что бы со мной не было, она все равно показывает реальность. И в любом состоянии настроения я вижу там ну как бы не смазанные какие-то вещи. К чему я и понял, что астрология ближе всего. Человек может Николай пишет, человек может считывать будущее, только будучи полностью свободным от концепции и предубеждений. Скажи, вот с твоим Юпитером в экзальтации есть какое-то сильное убеждение и концепция, которая тебя тормозит? Ну одна. Одна из. Ну может быть ты знаешь, что ты во что-то веришь, но это мешает тебе жить. Вот это вера. И во что ты в такое веришь, что тебе мешает? Я верю в Христа, я знаю, что будут все наказаны и экстрасенсорика это наказуемо, это все плохого. Это тебе мешает? Что-что? Тебе не мешает то, что ты думаешь, что все будут наказаны? Нет. Это мне не мешает, я наоборот, поскорее бы был бы судный день. Думаю так. Ну ты знаешь, я тебе объясню, почему ты так мыслишь. Так получилось, что твоего мастера распяли на кресте и ты хочешь походить на него. Это не твоя мысль, твой ум, он так сформирован. И он, это не его желание. Он увидел... Меня тянет. Нет, не уходи. Не уходи никуда. Он увидел, что такой опыт пережил его мастер. И чтобы быть подобным мастеру, он тоже хочет быть распятым на кресте. Но Иисус, он за пределами понимания. Его путь никто никогда не повторит. И он это делал. Не для того, чтобы мы верили, что мы будем наказаны, а чтобы мы были свободными. Он уже за все наши грехи рассчитался, чтобы мы жили счастливо. А они жили в страхе того, что всех нас распнут. Иначе его работа просто зря была. И поэтому никакого судного дня не будет. Он происходит прямо здесь. То есть, вот сейчас он происходит. И насколько он будет судным, зависит от нас прямо сейчас. А не там, когда мы куда-то попадем. Вот как ты себя сейчас чувствуешь, во что ты веришь, там будет то же самое. Нету разницы. Поэтому просто отнесись с уважением к его работе. Он ее уже сделал. И он никому не желает, чтобы кто-то через это прошел. Вот и все. Просто ощути то, что ты свободна. И судный день, он уже случился, когда мы родились. А сейчас происходят его последствия. А что такое последствия судного дня? Это наша карма. Мы ее проживаем. А благодаря карте мы можем понять... Астрологию и метаюсь теперь туда-сюда. Я не понимаю. Так вот, чтобы понять, да, как прожить свой этот судный день, а по-другому, что такое судный день? Это карма. То вот нам Бог и послал астрологию. Что, существует мобильная карма? Как у меня муж, он понервничал, понервничал, что-то там, на кого-то там его подрезали, он поругался, еще что-то. Я говорю, да зачем ты ядом плюешься? И, получается, сходили в банк, выходим, нашу машину эвакуировали. Я говорю, вот видишь? Да, вот она, карма пришла. Так, осталось 15 секунд. Я очень тебе благодарен за разговор. Спасибо вам. У нас завтра будет еще один. Поэтому будь свободна. Судный день уже случился.